Тот, кто знает истину, это еще не означает, что этот человек мусульманин. В этом очень глубокий смысл. Тогда кто же такой мусульманин? Тот, кто покорился истине. Потому что смысл ислама не знание, а покорность. Вот что означает ислам. Правильно? Просто знание истины не делает тебя мусульманином. Иблис знал истину. Иблис принял все. В своем сердце он знал, что это основа. Подумайте об этом. Разве Иблис отрицал, что Аллах творец? Нет. На самом деле Иблис подтвердил. Аллах мой творец. Он сказал Аллаху Рабби. Иблис сказал в Коране, сказал Господь. И Иблис подтвердил, что пророки – это пророки. Иблис не отрицал, что Адам был пророком. Иблис не отрицал, что Аллах отправлял пророков. Правильно? Он знает это. Иблис не отрицает, что наступит судный день. Так? Дай мне отсрочку до судного дня. На самом деле Иблис изредка даже поклонялся Аллаху, потому что он сделал дуа Аллаху, чтобы он дал ему отсрочку, так? Если бы он не поклонялся Аллаху, он бы не сделал дуа Аллаху. Так все-таки, был Иблис верующим? Имел ли Иблис веру в Аллаха? Очевидно, что нет. Аллах назвал его кафиром. Как он мог быть кафиром, если он знал, что Аллах – это истина? И знал, что пророки были пророками. И знал, что Аллах дарует жизнь и воскрешает. Как он стал кафиром? Аллах говорит, он отказался подчиниться, когда Аллах приказал ему сделать что-то. Он был слишком высокомерен, чтобы пасть ниц. Так? Поэтому, может ли быть кафиром тот, кто не знает истины? Кафир – это не только тот, кто не признает истину. Кафир – это не только тот, кто отрицает истину. Но кафир – это также и тот, кто знает истину. И по какой-то причине, какой бы ни была эта причина, отказывается поступать соответственно ей. И это для нас очень спорный вопрос. Я просто упоминаю об этом, чтобы заставить ваш ум работать. Но, к сожалению, у меня нет времени рассказывать вам сейчас. Я расскажу об этом вам в другой раз. Но что мы скажем тогда мусульманам? Я называю его мусульманином, потому что он сам называет себя таковым. Тем, кто знает, что ислам – истина. Но он никогда не делал то, что должен был делать. Подумайте об этом вопросе. Мусульманин, который знает, то есть тот, кто называет себя мусульманином, так? Какая разница между Абу Талибом и таким мусульманином? В том, что они оба признают, что Аллах един. Абу Талиб не поклонялся идолам, нам это известно. Так? Абу Талиб, его поэзия – это чистый таухид. Он знал, что идолопоклонничество – это нелепость. Так, они признают, что Аллах един. Они признают, что Пророк, мир ему и благословение – истинный Пророк. Но оба они отказываются подчиниться законам Ислама. Единственное различие – это то, что один говорит «я мусульманин», а другой сказал «я нет». И по факту, в словах того, кто сказал, что он не мусульманин, лингвистически больше смысла, потому что он знает, что означает «мусульманин». Вот почему он сказал «я не подчиняюсь», «я не мусульманин». В то время как другой говорит, что он мусульманин, говоря «я подчинился», но в действиях он вообще не подчинился. Правильно? И поэтому я знаю, это глубокая тема, но факт в том, что кто-либо, он или она, сказавший «я мусульманин», но вообще ничего не сделавший для этой религии, они не молятся, не постятся, не выплачивают закат, не сделали ничего из положений этой религии, это теоретическое высказывание, что «я мусульманин» ничем не отличается от имана Абу Талиба и Иблиса.